Машину от фермера заводим Сухий мотор обслуживался Раз, два, вот тут 4 евро платная парковка, вот тут 3 Так, опера диагностика вот здесь, 6, все, поехали Смотрите, все в масле, вот еще, друзья, машина от фермера Зараз иду доставить авто, замовница, девчонка, учителька И будем займаться Тойотою Все, батарея кончилась Переплачу, да поїду з комфортом, быстрейше, а не, получилось Друзі, всім привіт, ми їдемо забирати Вольво нарешті І подивлюся, якусь машинку на продаж, можливо І що хочу сказати, потяг запізнився на 65 хвилин Дали мені шоколадку, дали бутылочку воду, нібито в компенсацію Але скільки людей запізнилися на потяги, літаки, на пересад, на автобуси Втахнув вже, а? Ну і все, встал бутыл Я воню бачку О, спасибо большое Я ще шнурок забыл в этом, в автобусі мені вон чоловік отдал Говорю, ми шо, знакоміся? Вон говорит, а не, я вон того, говорит, з ютуба узнал А, дизель двойной Дизель двойной Десятый год Таня, Коль, пошли тут нічого цікавого нема А потому, что мотор MPI, понимаешь? А потому, что газ поставить Двенадцатый год, 7950 Блин, стоят они, конечно БУшный мир, мы живем в мире БУ Ха-ха-ха Кто-то живет в мире новых, а кто-то в мире БУ Понимаешь? О, мой пышцет Не, у меня, видишь, у меня перламут был А это тупо белый цвет Ну, не так смотрится, правда? Не так смотрится Совершенно не так Какая грандиозная стройка В общем, бабло побеждает все Большое бабло Вон Вольво ездит И 60-ка у него, да? Угу А сколько 60-ка не спрашивал? Нет Которых Уже 40-ка Ну, это 45-ка тоже хорошая Ага 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 Она слегка лупнутая, видишь? Прям совсем слегка Я такую купил за здесь 300 Литую брал Все, а газеты по секунду ремонтировать ездить, да? Да Два дня здесь был ливень В машине вода стоит Стороны, ну, сантиметров пять воды Да, дренаж забитый, потому что правая стойка подсвевшая Постарай Я понял Вот парень говорит, что салон вам дешевле в Литве надо будет поискать Ясно Хорошо, тогда Хорошо Тогда, блин, два дня тут дожди сильные шли Он говорит, там гроза, дождь Я думал, люк Ну, люк открытый стоит Может из-за этого, нет? Люк открытый, люк открытый стоит Видишь, как они реализовали классную штуку Ну, он хочет потихонечку ее восстановить, сделать, понимаешь? Не, он полирнет ее, она не будет такая Она вся целая, она без шпаклевки Ну, реально без шпаклевки Ну, салон поменяет Ты понимаешь, как все поменяется сразу же? А салон сказал, что уже нашел Да, люк сломанный, видел? Где лошади, пони А, видно, вот это вот даже Да, да Ну, подождите, я уже там аж заинтригован Что там ни разу не снималось, ни разу не это Ну, я же говорю, что фермерская машина Ну, вот домкрат, никто не снимал И вот, вот это даже бумажка внутри Никто тоже не снимал Не развязывал А вот, ключ даже никто не крутил им Слушай, а отверточку же подрезали А отверточку подрезали оригинально Значит, были там Фермерская машина, сто процентов Тут же даже не мало сомнений, посмотри Обалдеть Модуль управления климат-контролем И все Ну, и чистая 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 Просто сам Не, упомыкнули Да, да С системой все Да, да С системой все Ага Не кричит Укупив за 7, за 8 Обслужить мотор надо Отойди Так, еще вот такая Вольво Это на автомате Тринадцатый? Да Тринадцатый? Тринадцатый? Да, тоже ударил на 8 тысяч Нет, нет, выключай всю электронику, выключай. Огнетушитель есть? Нет. Аварийку вправо, вправо, зайди на полосу. Зайди, потому что там под капотом тоже стоят. Нет, перестал, блин. Перестало дымить. Дымит? Нет. Ну лучше встань, Коль. Больше обдув включил, а там под капотом мое что-то уже, горит? Нет, нет. Сука, блядь. Иди смотри, блядь, под капот. Я хуйну, блядь. А ну выключи. На малом, на малом. Запаха нету. Да нет, я что-то услышал. Услышал запах? Капот взорвал? Ты не бегай, ты по этому сейчас травлю. Я не знаю, в Германии ты сразу мандат получишь. Да какой жилет Коль, блядь. Тоже еще, блядь, видишь, все провода летит. Это жесть просто. А что ты его изолентой хотя бы не заедешь? Потому что никто туда пальцем не насчет. Вот машина здесь под капотом тоже... Я понимаю, но... Все меня бахнуло током. У него провода оголенные. Это Вольво уже продано. За сколько купить? Такую Вольво я нашел самый дешевый во всей Европе. Больше такой нет. Такой цены не хватает. Так, 4,700... Та яка ходова? Ходову треба робити на любой машине, даже с 16-го года. Ви ж купуєте кузов, а не ходовую. Правильно? Це ж розходники. А останнім часом я живу в Киеве. 10-200, це Вольво була б в Україні. Прикиньте, 10-200, це капец. Ну, це Вольво. Ну, вот чому взяли сьогодні. Ну, людина питает, скільки б она коштувала. Я порахував, десь десятка. Ну, ця машина під замовлення. Мы подивилися, все нюанси, які мы знайшли. Люди не сказали, він сказав, мене устраивает. Ну, я туксоны по такой цене купував. Просто на него таможня почти 5 тисяч. Вот це вся проблема. 4,700 на фірму, а на физика там чуть-чуть дешевше. Может, 4,600, 4,500. Главное, щоб кузов був нормальний. О, Дерече, зараз нашел машину. Тоже такая же. Ну, секундочку. Вот, немецкая. А ну, какая цена, Коль? Автомат? Да, конечно, автомат. Механика, механика. А вам механика треба чи автомат? 2,4. Салону ж вас не є. А, нет, це механика. То есть, точно такий Коля. Ну, если не принципова, то тут светлая кожа. Могу зараз спросить, скільки він за ней хочеш. Сейчас мы позвоним, тут телефон є. Ну, такий стан. Час ты? Час старик? Да, але светлая кожа. Ну, у него салоны тоже продаются. Ну, тут салон трошки покраще. Вот, там эко-кожа, вона рассыпается. И це не 7-местная, не? Не, это 5-местная. А вам 7-местная? Зараз нам беремо, запитаю. Колер точно такий, як мы взяли. Я дивлюся скрізь, і в Голландії, і в Німеччині. Була в Німеччині за 4 с чем-то. Но Німец, то он занят, то он на работе, то отвечає через 2 дня. Нашли эту, а це з Голландії машина, голландська. Поднял трубку? А он не поднимает трубку. Tucson, 7-й риг, бензин. Вот, классно они выглядят. Дивіться, ще один. Що значит, высокая машина, правда? Ще один, 6-й риг, тоже 170, тоже бензин. Тоже такую, не бачу, колер, да? 3-600 за Tucson, 6-го года. 170 пробега. На одном Tucson 170 пробега, на другом 171. Зеркало іщем. Мы вже приїхали в Мариамполь. Ціни нема. Ух, мощне витримало, слухайте. Да, хорошу машину видно з далека. Завод. По углам вот так вот. Завод. Симпатичный такой, да? Да. Нет, классненький, правда? Парктроненький. И на Климе. 4,10 цена. 4,199. Це нормально, целый? Целый, полностью. Только тут, видишь, тут же полировка не поможет, да? Нет. А, ще і з люком, нічо себе. 3,800, 3,900. 230,000 пробега. Сколько? Все. Все. Все в Тойоте до последнего дня. 22-й год. 7-й місяць. Да. И все в Тойоте, вот. 350. Да, 350, 360. 700 уже с пробегом. И уже четвертый год батя ездит, ничего не делали. Обалдеться. Обалдеться. Люди говоришь, что я газ наставлю. Зачем? Газ экономим? Конечно. Ну, все таксисты в Вильнюсе на газу ездят. 800 евро, правда, это газовая установка стоит, но все ездят. Я сам даже ездил на нем. На автомате еще. Ну да. Вот это точно плюс. Автомат хороший. Автомат держит. Это дед, который держит. Сейчас посмотрим, или катализатор не вырезали в Голландии. Вот. А сейчас смотрим 300. Пробега. Вот посмотри, что такое Тойота, а? Виталик, сухой полностью. Здесь будет, потому что здесь железная защита по всему днище стоит. Да? На заклепка. Кто-то присмотрел. Оба! На заклепка. Обалдеть. Оооо. Посмотрите, все сухо, да? Да. Ну реально. Да, да. Фильтр даже Тойотовский стоит, новенький масляный. Да, да. Меняли фильтр, чуть-чуть вот слили. Да, да, да. Это не помыли. Капец, какую махима. На заклепках. Конечно. Ты не снимешь и уже ел. Это они посмотрят, скажут, да ладно, мы поехали. Тут сто процентов будет Каталик. Да. А если две заберем, то какая цена? Дороже не будет. Дешевле не будет. Дешевле не будет. Дешевле. И дешевле тоже. Я понял. Классный ответ, надо запомнить. Дороже не будет. Кристо пробегу. Сухий мотор обслуживалось на Тойоте. И смотрите, какая защита стоит на заклепках. Чтоб катализатор не вырезало. Вот так. Нашли выход. Вот вам Тойота. Ровненько все Классно Если поднимем 5 Я сказал да Значит скоро будет В продаже Только крашеный капот Одиннадцатый год Две триста Отдает Зацените Солонники Классно Перегрели Лучше теплая вода Я даже так не мог придумать Гиганты мысли Без матов хлопцы Мягкая Мягкая Главная цена Вот смотри Триста Шпаклеванный капот Зато кожаный салон И шестиступка И 2,0 Шестой год 1,4 500 евро Класс Менял полностью Менял ступицу Правую И поменял Сальники На Валах Потому что потекли И масло в коробке И масло Здесь Фильтра Все Кондиционера Фильтра Заправил Кондер Новый Все остальное Сколько Сколько Замена Сальников Стало 60 евро Вместе С ступицей Ступица 2 сальника Загреваем Капот Это Да Не будешь Проверять масло Так Ну что Много Чего Было Устранено Под всей Машине Вся Вредная Красть Тебе Спит Красив Накола Поменял Масло Устранил Течь Була Изрубил Химчистку Салона И Коля Сказал Проедь Подивися Ходву Зробили Сказал Жодного Звуку Немає Ну да Така Дорога Друзі Вибачайте Я розумію Все Але вже Ніякі Ночь В автобусі Ночь В автобусі Це Треба все-таки Відпочивати Вже так хочеться спати Просто Спати Спати Скажіть Пожалуйста Дача Газбензин Одинадцатый год Какая цена Будет 2,6 2600 евро На Экспорт Да Да Мы смотрим Только Арку Сделать И все 2600 Вы Когда будете Здесь На рынке Чтобы Посмотреть И А Подойдите Пожалуйста Окей Добро Где прибор? У меня? Вот так выглядит тюрьма, друзья. Мариамполь. Это ужас. Я не первый раз еду на приусе за рулем. Это уже второй раз в моем жизни. Но это эмоции, когда она едет на батарейке. Я только что переехал, меня попросили переехать. Ты на батарейке так тихо переехал и машина даже не завелась. Бензина ноль. Это приятно. Задняя панорама, очень прикольная. Виталий, видишь, обзор? Ну, то есть там планка получается, понял? И вниз видите, тоже прикольно. В общем, купили мы приус, купили мы еще одну машинку. Позже покажу. И будем сейчас ехать дальше. Залишайтесь с нами. Машина уже завелась. Теперь у нас, до речи, комплект резины иде с машиною. Непоганая зимняя гума, правда? Ну, я вважаю, что непоганая. Ну, треба заметить, у меня здесь штучка есть. Правда? Я не люблю это. Хорошая, плохая. Надо компьютер говорить. На аккумуляторе. Прикольно. Богото кнопок. Не сразу разобрались, где кондиционер. Оказывается, у меня на руле включается. Это как фишка. И на панели, на наше удивление, сенсорный экран. Ну, конечно, офигели. Кат и Рикс, сенсорный экран. Это непривычно заправляться бензином. Наверное, дизель, дизель. Ну, как вам машинка? Так, зеркала не складываются. Не-а. Не складываются. Так, так. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? Возьму кавки, дружки. Изучаем машину прямо в боевых умовах. На ходу. На шорт. Все, на Египте. Все запорно. Так. Вот так мы мотаемся, друзья. Я вам не все показываю. Прикрутили номера, чтобы она спокойнее тут на улице стояла. Сейчас еду ему Opel отогнать. Вот. Вот такой пильочек, друзья. Без жодного красного. Будет продать. З пробегом 200. Без подготовки. И поедет с нами. Может, сразу. Может, оставим. Не знаю, что не решила. На чём мы будем ехать. Как-то так. Курис-контроль про цюе. Клима про цюе. Ну. Так. Находим внутреннее сопротивление. Напряжение. Так вот. Так. Минимальное напряжение аккумуляторной батареи. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Но и напряжение дополнительной батареи. Подтвердить. Так. Смотрим. А вот. Виталик. Смотри. Видишь. Видишь. Пятнадцать. 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 Я имею в виду. Пятнадцать. Значение плюс-минус одинаковое. И напряжение дополнительное аккумуляторное. Четырнадцать. Все. 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 Батареи в норме. Да. Все в норме. Так. Опера диагностика вот здесь. Я к шокомустикаво. А у Тойоты. Чуть правее под рулем. Так. До речи. До речи. Щоб не было. Резина ще походить. Шесть. Сорок. Ой. Так. Це перед. Четыре. Бачите. А передок уже под замену. Задняя шесть миллиметров. Ну. 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 Да. Ну. От. Бачишь. Тут шесть шестьдесят. Це мене тишит. Значит. Ми двигаемся в правильном направлении. Правильно? И не тільки в такси. А вон. Люди для себе купують також. Гибридики. Гибридики. Все. Приїхали забирати Вольво. Все. Трохи повимакували. Вже менше. Так. Ну. Заді. Таке. Тут не погано. потолок надо хім чистить. А у мене ще такого не було. Забронював отель. Решили отдохнуть. Їхати вранці. І вже виїжджаємо. І мені жінка дзвонить. Каже. Вибачте. Я не знаю як так букинг зробив. Але. Але вже місць немає. І так далі. Якось так. Вона прикольна. Тяжелая машина. Чуть гарна. Тоже таке приємна. Я не знаю ли вам звук. Це просто нещо. Понимаєте, що у богатих людей зовсі менше життя. Навіть звук у них класний. Все у них класне. Рул класний. Боже-боже. Люди добрі. Машина шостого року. Розход 8,6. Кончається дізель. Ми заїхали на заправку. Вона працює до 22. І я в шоці. Я їду зараз і думаю. Де знайти заправку. Так. Інтернет пропав. Дуже класно реалізовано. Ця панель. Визиває восторг. Просто ця масштаб цей. Ну дуже класно. Хочу сказати вам друзі. Їхали ми їхали. С Опеля пошло масло. Ну вот такие друзья приключения. И никуда ты от этого не денешься в бэушном мире. Автомобили. Як ось так. Ось такі натюрі отель. Такі гроші. Доброго ранку. Їх. Хочу. Завтра. Вот еще друзі. Машина от фермера. Як важливо. Від кого вы купуєте машину. Ну і заплатят. Почистят. І поїде вона на базар. Що тойота п'ятого року суха. Що сьомого суха. Якщо я ще пару тойот побачу таких. То я більші не хочу нічого. Ну нібито суха. Що це у нас? Хюндай. Що там почти чёрт. Так. Уберемось. Ну вот Бадласко. Старенький Опель Вектро. Суфенька. Я к примеру психанул бы и сказал бы. Сойдите вы. Надьки. Деньги. Все. Не ходи ко мне больше. Я так скажу. Поки людину ми чекали. Були хлопці з України. Ми запитали чи у них у нього купували. Чувак каже. Купував дуже багато у нього машин. Бачите таке бушная машина. Все може бути. Ось все що хоче. Ні він не знав. Ні ми не знали. Але що хочу сказати. Людина подійшла к питанню дуже по-людськи. Вона нам допомогла знайти моториста. Вона домовилась. Вона взяла на себе частину наших хлопот. Така різниця. Треба шукати як лікаря гарного. Так і моториста гарного. Бо приїхали до одного моториста. Я не знаю. Може він людина і хороша. Але дуже люди любить поговорити. А працювати я люди любить. В нього мотор висить. Він ходить там. Як не прийду. Сроки дуже здорові. А цей моторист. Сроки і цена. А цей моторист. Ми з ним розмовляємо. А він щось робить. Він не стояв. Він в движенні. У нього там піти цех. У нас слухає нашу проблему і своє робе. Уже підшитує на яке час нам під'їхати. Я б теж хотів йому рекламу зробити. Але я так зрозуміло. Вон в рекламі не чекається. Правда? Цей чоловік? Так. Я думаю. Ми під'їхали к одному. Ушов в відпуск. К другому перейшов на іншу фірму. К третьому. Алкоголік. Алкоголік. Туніяндец. Плохі відзиви. Ось так. Дивіться. Перегнати в Катовіце нам сказали 300 євро перегнати. Перегнути. Так. Ну ми прикинули, що за ці гроші ми краще зремонтуємось тут. А можливо і менше. Я вам розкажу. Залишайте. Ну зробимо, да буде комусь добре діло. Правда? Буде новий сальничек. Буде нові регулятори стоять. А хтось лежить зараз на глибині 4 кілометра в океані і думає. Мені б ваші опыти. Ми ж знали, на що ми шли. Що могли б бути такі послідки. Ми ризкнули. Взагалі вручна машина зазвала. Якщо б ми не нашли моториста, Виталик, ми зазвалися. Правда? Зато там буде все новеньке і відео алью. Зато ми знаємо, як бедно живуть автологи. Сама машина целая хорошая. Була проблема з цим Ванусом. Щас його поменяють. Цело мус там класне. Відчуття безпеки, звичайно, є. Важка машина. Що вам сказати? Якщо розуміти, що дорога – це небезпека і максимально себе обезпасити, то звичайно Вольва такого класу тяжка машина – це безпечна машина. Як не крути. Звичайно, можна і в такі машини вкластися, але шансів набагато-набагато менше. Звичайно, легкої машини. Людина каже, що тут проблема з дренажною системою. Хтось тих, хто це написав, що треба лобове скле переклеювати. Ну, є проблема. Люди знають, як з нею боротися. Друзі, ми їдемо в сторону додому. Toyota буде в продажу в ближайші дні. Opel трошки пізніше устранять проблему. Моторист сказав день роботи, але побачимо, чимось все закінчиться. Залишайтеся з нами, я вам розкажу, скільки це коштувало. В цілому машина мені дуже сподобалася, тому ми її і купили. Вона взагалі без жодного підкрасу. Кузов, салон достатньо непоган. Зроблять мотора. Може, комусь треба. По тік-току є інтереси, тому що люди питають. А поки що продаж треба почекати. Десь за неділю обіцяю зробити. І буде машина продаж. Все, батарейка кончилась. Ідем. Чуть-чуть отдохнем. Так, я уже не пользуюсь люком. Ой, кондиционером. Хочу понятно, че... Да, я думаю, що це вода з кондюра сюдавалась. Друзі, у кого така була... Так, выключаємо кондиционер. Выключаємо. Все выключаємо. Кондюр нам вже не треба. Так. Не, ну я вам хочу сказати цей привоз старту. І, конечно, дуже круто. Ну, прям так. Молодець, зверюга їды теж. Молодець. 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 Все. Отстояли 45 хвилинку. Шутка. Кавку Матю ехать Прикольно И на Приусе, и на цей Знаете, стоим с Виталиком Я скажу, что мне этот Приус Потихоньку начинает подобаться Подъезжает Мерседес Такие, знаете 22-23-го Випуску бизнес-классу Я даже не знаю, что за Мерс И Виталик каже А мне этот Мерс подобается Ну правда Насколько все в жизни относно Правда Взагалі концепция таких автомобилей Вот кроссоверы Побольше Понятно, расход Тут не иди уже про экономию Тут, мабуть, иди Більш Комфорт и безопас Безпека Безпека, друзья Життя у нас одне А мы про это иногда не думаем Когда человек вон На Феесте Валит 150 А она от нее ничего не залишит Есть шанс? Мабуть, при 150 шансах нема Ни там, ни тут Но хотя бы Помните, где спад Киевом Загинула родина в Токсоне Я все время думал О, Токсон Уже якийсь автомобиль Но в присутствии с семьей Люди загинули Целая родина Это просто жах Я даже не хочу Такие истории в жизни Бывают, что просто Когда детей везу Завжди У меня Какая-то Повышенная Обережность Когда дети По Возвращенность За чужие Життя Это совсем Меньше Речь Так Ну что Я Еще Мне по ОПЕЛю Юра Сказал Что теплообменники У них там есть Бывает проблема Недорого Кошту Я сподеваюсь Что ОПЕЛь мы сделаем ОПЕЛь нам Сподобався И мы его там За недельку Заберемо Будет он нам Звичайно Дорожче Но что ты сделаешь Купили мы его Так Небагато Если Тойоту Мы продаем Я буду Шукати В Голландии В Голландии Они есть Они классные Но цена Эта была Очень классная И на той Восьмого И на этой Бачите Моніторинг надо скрязь Людина десь знайшла Цего Вольва У какогось Фермера Ну Вин знайшов Вин може Мав знайомих Но иногда Мені скидают машины Их даже в интернете Нема И таке буває Розумієте По-різному буває Тому Треба шукати Треба Терпение И бажание У людини было бажание Мы ее знайшли И настойчивость Потому что Я ему предложил Может еще Пошу Вин каже Там комплектация Не такая Там еще что-то И когда Внимание Он уже понимает Фары Например Какая комплектация Краще Потому что Цены Они разные А еще Комплектация Для людей Комплектация Мает Значение Наверня Наверня Цей Prius В гармій Комплектации И это тоже Кто понимает То и понимает А кто просто Хочет купить Prius И ему все равно Таке Угу Добрый ранок Мы продолжаем Закончить Замовление Зараз П paso Я такого ранее не делал Але тут замовница, можно сказать, девчонка, учителька. Тому мы эту справу делаем. Вот по Польши. Так что залишайтесь со мной, еще трошечки залишилось. И все. И до наступного раза. Не забудьте ставить лайки. Дуже чудово сегодня погода. Дуже классно. Малий пішел в школу. Скажется, что ображают поляки. Я говорю, ну ты скажи, что ты тоже поляк. Але дети, знаете, дуже важко. Я не знаю, я разговаривал с учителькой, но, мабуть, нашим дитям придется это пережить. Будут сильнейшие, я говорю. Под машиной, слава Богу, сухо. Ось такая машинка. Людина про эту машину, друзья, чтобы вы там не писали, я ее уже несколько лет изучаю. Ось такой у людей подход. Дуже правильный подход. Так, пішли еще под капот заглянем. Все ж таки трохи проехали. Может, якийсь... Так, где у нас капот? Ось так. Вробили. Капот. Так, там есть потекание справа. Не потекание, а запотевание. Так, тут сухо. Еще раз. Я классно срубил и метки. Все читко, зразумило. Икс. Я кевич у тебя в цей машине безпеки. Той, кто ценует свое життя и мая на це гроши, звичайно буду ездить и на такие машине. Так, дивиться. Для любителей писать, да там 500, 800, 900. Хоча 300, да такой машины, це взагалі ни о чем. 296 тысяч пробегу. Ноябрь 22-го року. РДВ голландская. Супер, что есть такая бумажка. Так, дивиться. А еще есть такая штука. Видите? 16-й рік. 21-й, 22-й. Бош сервис. 296 тысяч. 22-й. Громорокки. 273, 262, 238, 195. Супер. Еще есть сервисная книжечка. Так, ну что, друзья. Бачите, все записи есть. Ну, це ж не завжди так везет, я вам хочу сказать. Инуде их не бывает. Так, я на своей страхе риск включаю кондер. Бо, честно кажучи, якщо вода вже з'явится, то це точно буде кондер. Так, ну что, друзья. Миссия фактически выполнена. Треба проехать еще 100 км, отдать машину. И будем займатися Тойотою. Такую би нову, прям с завода. А це люди накайфували. Я думаю, що ця машинка тягала конників. В Голландии це дуже часто таки бачу. Вони такими машинами возять. Прицепи спеціальні. На великое расстояние воно точно не ездила. Так что, потому что тут 300, я вполне верю. Так, лайкосики, друзья. Лайкосики, будь ласочка. Столько часов цей монтаж забираю. Будь ласочка. Я вас дуже прошу. Так, друзі. Стусом на мову я вас дуже прошу. Давайте цю тему начепатить. Це моє особисте решення. А особисте. Я могу говорить по-русски, немножко по-английски, когда-то немножко по-гречески. Ну, не надо. Я вас очень прошу. Потому что, если быть откровенными, и когда вы приезжаете в Германию, или в Литву, или в Швейцарию, и встречаете русскоязычного продавца, вы будете разговаривать по-русски с ним для того, чтобы произвести какое-то действие. Если вы будете говорить по-украински, а он будет по-литовски, у вас не выйдет ничего. Понимаете? Поэтому я иногда перехожу на русский. Иногда мне сложно говорить с человеком по-украински, когда он говорит по-русски. Це мое особисте. Прошу вас. Бардо прошу. Я еще трошечки мову по-польски. И еще очень добре мовить по-польски, потому что это мова моего дядика, дядика, бабцы, бабцы. То это мое особисте. Понимаете? Вы разумеете одну речь. Я роблю цейкон... Я робил цейконтент. Там кто-то сказав, он деякі блогери, навмысно, по-руссийски, щоб більш було людей. Вот мы встретили таджика. Но они говорили по-русски. Мы с ними поговорили. Я им там дал совет. Молодые ребята говорю. Начинайте YouTube. Вы ездите на... 5 тысяч километров ребята везут. Едут на пилях седьмого года. Вы только подумайте. 5 тысяч километров. Я говорю, ребята, да это у вас такой контент. Да я сам подпишусь на вас, если вы сделаете такое видео. Ребята, 5 тысяч километров они валят на старенькой машине. И когда они покупали машину, ребята, там капает. Осторожно. У нас, кстати, не капало. Но потом мы даже нашли место, где еще не капало. Я так думаю, возможно, теплообменник. Есть у них тоже такая проблема, у этих апеллей. То есть это дорога. Что хочешь, может случиться. И хорошо, когда ты знаешь, куда обратиться, к кому. А когда не знаешь. Поэтому вот эти все сказки, что это легкий испуг, ребят, ну может быть и легкий, а может быть и нет. А может и эвакуатор. Кстати, я нашел эвакуатор с Литвы за 250 евро. Мне приглашили. Кто-то предложил. Пусть 300, куда 300. И потом уже 250. И потом почему-то меня забанили в группе автотрав. Не знаю, для чего они это сделали. Ну, как-то так, ну, нема такого почуття, что тебе зарастует слупа из зубыны. Ну да, слепкую повезу за радарами. Классная штука. У меня знакомые, вам тоже рады. Ездить, кажется, жодного штрафа в такси ездить, штрафа за рік. Кажут, что мне очень нравится. Поперечаю про опасности, про эти радары, которые, знаете, среднюю скорость вычисляют. Это очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЖКОРО Корректор А.Егорова Подъезжаем на потяг, если люди меня завезут, будет очень хорошо, и будем монтовать фильм, друзья, лайки, пожалуйста, жара, монтажа, нас снимал много всего, пожалуйста, пожалуйста, очень хорошо, потому что жалко. Поставьте уже лайк, ну давайте. Это как на чай, друзья, это на чай, таксисту дал и на чай, да это же правильно, официанту да это, ну да это мне не видно, да это чай. Камеру, блин, уронил так, бабахнул, сдается, экран треснул, там, может, царапина, друзья, вылазка, дякую, 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 всем дякую. Десь тут живут люди, вот, вы знаете, каждому своё, комусь, может быть, тут и доброе. Вот так мой прадед жив, десь в таком месте, гарном. Видите, я больше люблю великие места. А вы в Ютьюбе себе снимали, чи? И себе тоже. Да, ну все, я вас питаю, да, можно? Да, конечно. Да, оказывается, а канал был про охоту? Нет, канал был просто про речку, как мы отдыхаем, когда мы едем. Позитивные, відпочинки, відпочинки. Но я це тоже роблю, я частично показываю про машины, а частично, ну, здесь вот, как вы кажете. Мы следуем за вашей деятельностью, конечно. Да, да, я так думаю, знаете, ну, чтобы, действительно впечатляют места, и хочется ими поделиться, да, какие-то места. Люди сами с Херсона, оказывается, муж тоже подводный охотник. И спасибо соседней стране, угнали катер, да, угнали катер. Когда затопило ГЭС, то они спасали своих. Ну, ничего. Мы все перетерпим. Да, все будет доброе. Все восстановим. Поныряем, снимем про це видео обовязково. И, да, так что... Большое спасибо вам за машину. Да, будь ласка. Да, да, до речи, ця Santa Fe найближчим часом будет продаваться, да? Да, на украинских номерах, на херсонских, эксклюзивных. Да. На херсонских номерах будет продаваться, и по машине я пізнейше, коли вона будет продаваться, все люди расскажут всю историю этого автомобиля. Ця машина у вас и вывезла, да? Да, через Россию. Через Россию люди выехали на цей машине. Да, столько историй, это просто как-то. И, да, через сколько вы будете продаваться? Ну, я думаю, месяц, полтора, но максимум два. Коробка автомат, а сколько пробив? 203. 203 тысячи. Беслунки не меняли, а что там не делали? Чистили? Человек робил мотор, да? Не, мы тут в ополе на автостанции. На автостанции. Ну, если кому интересно, год какой? 6-й. 6-й год. Автомат, дизель. Пишите. Дам контакты. Может, кому-то требуется. Вы в Украину, в принципе, можете завезти? Я, да. А, ну все. Еще и вам с доставкой на дом будет машина расположена на украинских номерах. Вот таки. Я вам заодно покажу стан. А куповали вы ее в Украине? Из Германии нам пригнали. Из Немеччины, да. Да. Привезли в фуре несколько машин. И нашу в том числе. Да, я знаю. Ой, ну нато срач там. Ничего, ничего нормально бывает. У меня такое же таки бывает. Ну, ахайна машина. Коженый салон. Вот. Кому интересно, канал с войной перестали, да, выставить? Да, да. Я ссылочку залишу, мне люди дадут. Можливо, потом, после войны продолжат. А чему тут, в принципе, тоже може что-то снимать? Пока нема натхнения. А кто монтаж робил? Я. Да? Я вчителька информатики. А, вас по работе... Да, да. Сейчас веду только Instagram, потому что занимаюсь тортиками. И пытаюсь хотя бы тут трошки развить свин. Кому цікаво, ссылочки я позалишаю на Instagram. Тортики в Польшу, да? Да, ну. В Прутнику, да. Ну, развиваете в Прутнику, правильно? А TikTok нет? Нет. Ну, там чуть-чуть. В TikTok тоже про те, как мы катаемся на самокатах. Тоже позади. И ходим в город. Да. Але вы знаете, я сегодня специально зашел, я снял замок. И думаю, мне цікаво. Дивлюсь, а 200 просмотрю. Вот людям хлебозрелище. Люди вот хорошее шатанин. У нас тут мощный хороший замок. Да, но люди не хотят смотреться на что-то такое хорошее. Я вот помню, ну, им что-то надо, знаете, ДТП, там, что-то вкрали, там, ну, чему-то это работает. Ну, практически все, что с нами случилось за 7 месяцев окупации, нам пришлось все удалить, потому что мы ехали через Крым. И там же нашманали, проверяли телефоны. То, ну, никак мы не могли. Частично то, что трошки поснимали и поскидала я на Google Диск, ну, там мало вообще. Весь архив пришлось удалять. А вы знаете, я вам хочу сказать, я в Украине себя заставлял пристеговаться, а лише заработаю дитину. Вот я подивился, он с малышкой, он сейчас у меня вседает, я ему уже не скажу. И на заднем сидении? Да, был такой час, когда он ворчал, не хотел, сопротивлялся, а сейчас, смотрю, щелк, щелк, у него уже такого нема, понимаете? А я, ну, очень тяжело было навчать. Нет, я уже, я 100% согласна, что надо пристеговаться. 100%? После того ДТП, которое случилось у нас знакомых, то если бы они не были пристегнуты, то, конечно, было бы, утром было бы два труда. Ну, машину жалко, но, конечно, дети... Да, и дело в том, что ремень, это больше допомога, чем сама подушка. То есть ремень, это основная безопасность. Ну, а мой папа любил вот эту заглушечку. Ой, нет, 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 это... Люди цього не понимают. Если кому-то интересная машина, через сколько, вы говорите, три месяца? Нет, полтора-два месяца. Через месяц эта машина будет в продажу, и я про нее больше расскажу, покажу, если кому-то интересная машина. Мы приедем, если надо, погуляем, нам понравилось, Катовица очень. Правда? Вы погуляли там? Да, да. Ну, прикольное место, правда? Воно спокойное. Да. Мене даже больше, чем Вроцлав понравилось. Ну, вот Вроцлав, как Киев. Ну, да. Киев, Варшава, да. Бегом, бегом, бегом. Я вот когда ехал через Варшаву, тоже, боже, какие-то бешеные люди. Все такое. Ну, это в Вроцлаве тоже самое. А в Католице, как сами поляки говорят, у нас тут спокойно. Ну, у нас тут вообще как село. Ну, у вас тут взагалі, да, в Бибриде-Чехии, да. Ой, я тому видно сразу. В черном коляре. Гарная гума, еще гарная, я бачу, на дисках. Так, невеличкий мятинка. Все, в целом вот так машина нормальная. Что-то сделали недавно, что-то там обслуговывали, что-то меняли. Форсунка после ремонта, и еще форсунка, что-то там, какой-то проводочек. И мы поехали на сервис, нам не то. Тут в Польшу. 1 200 злотых. И что-то там, под шаманом. Я зрозумел. Это больше надо с мужем общаться. Да, все, дякую вам большое. Все, спасибо. Давайте вас посудю сначала. Да, нет, 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 едьте я уже все. Монтаж. А вы, как добираетесь, напишите. Все. Чтобы я не чувствовала себя виноватой. Доброе, большое вам спасибо. Все, доброго дня. До свидания. Какие у нас хорошие люди, я вам хочу сказать. Просто хорошие. Хорошие люди. Так, ну а нам осталось дочекаться автобуса. Потім сесть на потяг. И десь в пятую годину мы маем приезжать в Катовицу. Думайте, как круто. На вокзале стоит такая штука. Думайте, колеса подкачать до велика. Коляски або валидной коляски. Думайте, какие классные ключи. Пересадка. Десь в 17 годин буду дома. Это тоже работа. Не только купить там туда-сюда. Но дня уже нет. Я понимаю, что не важная работа доставить машину. А пока пересадка, пока туди-сюди. И дня нет. И это вот. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.